Патриотическому воспитанию подрастающего поколения в округе уделяют особое внимание. В школах проводят уроки мужества и сотрудники Росгвардии постоянно в них участвуют. Но нынешняя встреча была особая. Школьников пригласили в отдел вневедомственной охраны. Чем мальчишек и девчонок привлекает служба в войсках Национальной Гвардии, узнала наша съемочная группа. Управление вневедомственной охраной войск Национальной Гвардии. Военнослужащие Росгвардии исполнили детскую мечту. Люберецкие школьники побывали в подразделении и собственными глазами увидели, чем наполнены будни бойцов и офицеров. Ребятам дали возможность примерить экипировку, обмундирование и средства индивидуальной защиты, которые используют сотрудники Национальной Гвардии при выполнении служебно-боевых задач. Как ощущения? Тяжелый? Вес бронежилета более 4 килограммов. Но Настя Горбачева чувствует себя в нем комфортно. В движении «Юнармия», с которым тесно сотрудничает Росгвардия, школьница присоединилась, чтобы научиться приемам самообороны. Мне кажется, что слабый человек не сможет в полиции работать в Росгвардии. А девочки, тяжело? Ну, там, не знаю. Ну, а чем это интересно в Росгвардии, скажем? Ну, военная подготовка. Ребятам рассказали об участии войск Настгвардии в охране общественного порядка и обеспечении безопасности во время массовых мероприятий. На задания росгвардейцы выезжают на служебных машинах. Автомобили со специальными световыми сигналами школьников привлекли сразу. Хочу служить Росгвардии! Мише Старцеву 9 лет. Парень хорошо учится, увлекается спортом. Когда в школе ему предложили вступить в ряды юнормейцев, согласился сразу. Мы там занимаемся разборкой оружия. Мы учимся это разбирать. Иногда мы едем в поездку. Там очень интересно. Я ехал как-то в Роскосенск. Да, я хочу защищать людей. За 5 лет ряды юнормейцев пополнили почти 700 мальчишек и девчонок. Отряды работают в 16 образовательных учреждениях округа. Один из них в 20-й гимназии. Здесь прошли показательные выступления юнормейского отряда «Беркут». Роман Галкин после окончания школы планирует поступать в ведомственное высшее учебное заведение. А для этого нужно быть физически подготовленным, знать историю военного дела, уметь быстро бегать, метко стрелять, собирать, разбирать оружие. У Ромы уже есть свои достижения. Шесть секунд по сборке-разборке пистолета. Я бы хотел стать росгвардистом, потому что у меня отец служит в росгвардии, и потому что у них сильный дух, и они смелые. Должна быть как-то социальная ответственность, да? Должно хотеться помогать людям, в первую очередь. Без этого служить у нас смысла никакого нет. Надеемся, конечно, что ребята придут и будут защищать Родину, как и мы. Встречи с подрастающим поколением представители ведомства проводят регулярно. Среди юноармейцев есть те, кто уже определился с выбором профессии и в будущем хочет пополнить ряды Росгвардии. Сегодня в округе несут службу 128 росгвардейцев. Восемь из них – девушки. Юноармия! Вперед! Росгвардия! Всегда на страже! Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.